Здравствуйте! Это программа «Ваше право». Мы рассказываем о том, как в самых разных ситуациях можно защитить свои законные права. К примеру, если нужно вернуть деньги за покупку некачественного товара или не платить за тепло, если в квартире холодно. Но сегодня речь пойдет не о бытовых проблемах, а о событиях, которые ставят под угрозу жизнь. Неожиданным и страшным для всего мира стало крушение современного круизного лайнера «Коста Конкордия». На борту судна были 23 одессита. К счастью, все они остались живы и вернулись домой. Теперь для них начался процесс получения компенсации материального и морального ущерба. Вопрос с правовой точки зрения очень сложный. В деле возмещения убытков пассажирам «Коста Конкордии» будут действовать и нормы международного права, и итальянские, и украинские законы. С помощью экспертов выясним, на что могут рассчитывать украинские туристы. И всем путешественникам на заметку расскажем, как максимально обезопасить себя, отправляясь за рубеж. Лариса, первая из одесских пассажиров «Коста Конкордии», начала сложную процедуру возмещения материального и морального ущерба. Пережив кораблекрушение, она до сих пор чувствует себя плохо. Но времени на болезни и апатию нет. Сейчас задачи совершенно другие. Хочется, чтобы я и другие пассажиры получили ту компенсацию, и не только материальную, но и моральную. Потому что здоровье, безусловно, подорвано. Потому что я могу сказать про себя, что я сплю через ночь. То я сплю, то я не сплю. Потому что какие-то страшные, я боюсь темноты, вот, например, какие-то такие моменты, они все присутствуют. С помощью друзей сына Лариса вовремя узнала о том, что обратиться за компенсацией морального ущерба в итальянскую компанию «Коста Круизес» они должны не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня возвращения в точку старта путешествия. Это по итальянским законам. Но есть и общие правила Европейского Союза о защите туризма. Приведет ли несоблюдение 10-дневного срока к отказу в принятии исков – вопрос спорный. И это далеко не единственный спорный вопрос. Первый и самый срочный вопрос – куда обращаться? Юристы объясняют формально, пассажиры должны адресовать свои претензии компании-перевозчику, владельцу судна и страховой компании. Бесплатные консультации на основании меморандума, подписанного с Министерством иностранных дел Украины, пострадавшие могут получить в украинской иностранной юридической коллегии. Спорный вопрос номер два – где и по каким законам судиться? Большинство экспертов говорят – в Италии, поскольку крушение произошло на ее территории и судно шло под итальянским флагом. В то же время можно рассмотреть и вариант подсудности в Украине в зависимости от условий договора. Ну и главный вопрос, который волнует все стороны – на какую сумму компенсации могут рассчитывать пассажиры Коста-Конкордии? И это, пожалуй, самый спорный вопрос из всех. Разные документы определяют разный порядок сумм. Вы видите их на экране. Эксперты уверены, те пострадавшие, которые лучше подготовятся, проявят упорство и терпение, правильно обоснуют размер материального и особенно морального ущерба, получат суммы, приближенные к верхнему пределу. Я, конечно, посчитала, но есть вещи, которые невозможно посчитать. У кого-то, не у меня, допустим, есть какие-то фамильные драгоценности, которые достались, допустим, от бабушки и так далее. То есть вещи, которые невозможно оценить в деньгах. То есть это просто, как говорится, то, что сердцу дорого. Вот. Ну и, наконец, понимаете, материальный ущерб – это не главное. Вообще, пережив такое крушение, я поняла, что самое ценное в этом мире, конечно, жизнь и здоровье. А вот здоровье у нас подорвано. И для того, чтобы это здоровье поддержать, и нужны как раз эти деньги, понимаете, нужно переключиться. Возможно, нужен еще специальный какой-то отдых, какая-то реабилитация. Потому что люди находятся в очень крайне сложном состоянии. Пассажирам Коста Конкордии мы желаем удачи, терпения и грамотного адвоката. Мы еще поговорим сегодня об этом кораблекрушении. Но уже под заголовком «Украинский турист и форс-мажор» – кто кого. Победила дружба. Украинское законодательство определяет, при наступлении форс-мажора никто никому ничего не должен. К сожалению, может быть для туристов, но согласно законодательству, стороны при наступлении форс-мажорных обстоятельств освобождаются от ответственности. Форс-мажоров в 2011 году хватало. Цунами, землетрясения в Японии, революция, беспорядки в Египте, извержение вулкана в Исландии, наводнения в Таиланде. Обстоятельства непреодолимой силы, которые как раз и освобождают страховые компании от возмещения ущерба застрахованным лицам, ввиду того, что эти обстоятельства не зависели от страховой компании. Страховой полис, который покупает турист, компенсируют ему только медицинские расходы, связанные с внезапным ухудшением здоровья или несчастным случаем. И расчет обычно идет напрямую с медицинским учреждением, в которое обратился пострадавший. К слову, крайне желательно обратиться именно в ту больницу, которую рекомендует страховая компания. В круизе ситуация несколько иная. Есть не только договор между пассажиром и страховой компанией. Пассажиры и их имущество застрахованы и согласно договору между страховой компанией и судовладельцем. Но и здесь свои нюансы. Заключая такой договор, владелец судна имеет право ограничить свою ответственность. И в случае с Коста Конкордией, говорят страховщики, судовладелец этим правом воспользовался. Пассажирский багаж гигантского лайнера оценен в 100 евро. На примере Коста Конкордии ответственность судовладельца была заявлена на всех пассажиров на все судно в пределах 100 евро. В данном случае 100 евро – это сумма, которая была заявлена страхователем. Когда они страховали свою ответственность, судовладелец страховал, они застраховали ответственность за багаж пассажиров. В размере 100 евро это их право было. Чтобы по своей страховке или через суд возместить материальный ущерб, пассажирам судна нужно оценить стоимость затонувшего багажа. Юристы подчеркивают, доказывать наличие в багаже дорогих вещей – винтажных платьев, фамильных драгоценностей и так далее – придется документально. Основание свидетельских показаний, доказывать, что именно этот был багаж, потому что можно написать, что там было бриллиантовое кольцо, 20-30 тысяч долларов, которого не было. Но опять же о том, что доказательство, что ты покупал этот товар. Доказательство, подтверждающее о том, что наличие этого товара тебе, то есть что ты являешься собственником и плюс то, что он был с тобой в круизе. Доказательством, к примеру, может быть таможенная декларация, в которой пассажир указал перечень особо ценных личных вещей, вывозимых из страны. Обосновывать нужно и сумму морального ущерба. Сделать это сложнее, чем определить размер прямых материальных убытков. В случае признания, что это действительно страховое событие, то пострадавшие получат возмещение. А моральный ущерб это уже такой вопрос, то есть там такая рекомендация собирать все чеки, все медицинские расходы, если не дай бог произошли, там проблемы со здоровьем, и они оплачивали что-либо. И вообще все чеки, которые связаны с их ущербом, чтобы потом можно было уже через суд определить размер ущерба. Это уже моральный ущерб, он как бы не покрывается страхованием. То есть прямые убытки здоровью или имуществом. Это покрывается страховкой. Скорее всего, пассажирам Коста Конкордии понадобится не один месяц, чтобы добиться компенсации материального и морального ущерба в том объеме, который они считают нужным. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Далее в программе практические советы для всех, кто любит путешествовать и предпочитает чувствовать себя в безопасности. Если в поездке происходят непредвиденные события, порекомендовать вам, что делать, должны в туристическом агентстве, которое и отправило вас за рубеж. Мы со своей стороны здесь проводим их, хотя они находятся, может быть, за десятки тысяч километров, мы стараемся им объяснить их правила поведения в той или иной вот такой какой-то нестандартной экстремальной ситуации. Это очень важно, что люди знают, что они не брошены. Важно перед поездкой обменяться с менеджером компании и контактными телефонами. Опытные сотрудники, которые дорожат репутацией компании, будут на связи с туристами в любой ситуации. Поэтому к выбору туристического агентства нужно отнестись серьезно. Устоять перед соблазном низкой цены от агентства однодневки без лицензии. А таких после изменений в законе о туризме много, утверждают эксперты. Согласно изменениям в законе о туризме, который вышел 19 октября 2010 года, согласно этим изменениям, лицензия для турагентов является необязательной. Увидеть Париж и умереть. Путешествие как осуществление мечты – это прекрасно. Но чтобы, увидев Париж, Рим, Токио, Бангкок, Каир, не умереть и не пострадать, лучше прислушаться к рекомендациям туроператоров или Министерства иностранных дел. Сейчас, например, МИД Украины вновь рекомендует гражданам воздержаться от поездки в Египет. В стране продолжаются беспорядки, столкновения демонстрантов и полиции. Тем, кто уже отдыхает в Фургадели Шарм-эль-Шейхе, советуют не покидать гостиницу и не ездить в город самостоятельно. Решив же ехать в зону риска на свой страх и риск, расплачиваться за последствия придется тоже вам. Страховка не покроет даже материальный ущерб. Люди должны понимать, что имея на руках страховой полис, они не защищены. Если, не дай бог, они окажутся в силу своего любопытства в гуще событий, понесут какой-то ущерб своей жизни или здоровью, или своему имуществу. Здесь уже обид не может быть никаких. Если решаете ждать до последнего или предстоит длительный процесс оформления визы, а билеты нужно купить заранее, можно застраховаться от невыезда. Очень многие наши туристы, которые, допустим, собираются путешествовать в Америку впервые, где вопросы связаны с визовой политикой той или иной страны, мы предлагаем нашим туристам оформлять страховку от невыезда. То, что достаточно экономит и средства, и нервы нашим клиентам. Страховка от невыезда и страхование багажа – дополнительные виды страховки, которые по желанию могут приобрести особо щепетильные путешественники. Но на все случаи жизни не застрахуешься. Форс-мажор потому и называют обстоятельствами непреодолимой силы. Главное – не бросаться в крайности. С одной стороны, не бояться собственной тени, с другой – не отправляться в места, где происходят тревожные события. Еще раз напомню, в данный момент Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездки в Египет. Если вы выбрали безопасное направление, надежное туристическое агентство, купили страховку, заключили договор и соблюдаете его, отдыхаете спокойно и с удовольствием. В то же время именно так поступили пассажиры судна Коста Конкордия и отдохнуть спокойно у них не получилось. Будут ли считать кораблекрушение форс-мажором или что, скорее всего, ошибкой капитана, покажет время и результаты следствия. В любом случае, без помощи юристов не обойтись. Если ваши права нарушаются, и вы хотите узнать, на чьей стороне в спорной ситуации закон, обращайтесь в редакцию программы по телефону 705-40-45. Отстаивать свои интересы и решать конфликты по закону – это ваше право.